Привет! Я Винченцо. Я люблю русский язык, поэтому пишу на моей футболке мое любимое слово. Сегодня... товарищ. Вот это крутое слово, но знаю, что вы больше не используете. И это жаль. И это даже проблема, ребята. Если вы не заметили, вы не знаете, как позвонить друг другу. Нет, честно говоря. Но имя, конечно. Имя и отечество. Это очень круто. Ну, как Павел Антонович. Да, да, да. Юрия Андреевна. Да, да, да. Но есть такая проблема, если вы... На итальянском языке у нас есть синьора, синьоре. Но это как госпожа, господин. Ну, странно. Ну, как вы используете? Госпожа, извините, можно вопрос? Я не господин. Господа все в Париже. Ну, не знаю. Мне кажется, это слишком формально. Я никогда не использовал. Иногда я слышал мужчина. Ну, мужчина? Ну, мужчина на итальянском это уомо. Это очень странно звучит. Если я на улице говорю, «Скуси, уомо». Это что? «Скуси, бамбино», «Скуси, adolescente». Понимаете? Такая идея вообще не работает. Или... да, «Скуси, донна». Ну, как «бонжорно, мадре», «бонжорно, падре». Ну, как, ребята? Надо найти слово. Потому что для меня... Ну, даже на... Или молодой человек. По-итальянски «молодой человек» это «рагаццо». Да, или, например, «рагаццо», «рагацца». Ну, это странно. Я могу использовать такое. Ну, например, если я говорю с моим другом, говорю, ну, я был на улице, там была очень красивая девушка. в Европестраде у меня была хорошая девушка. Ну, если я хочу говорить с этой девушкой, я не говорю, «Скуси, донна». Ну, понимаете? Ну, это странно. Не знаю, если вы говорите, «Извините, девушка». Ну, вы можете, да. Ну, я чувствую странно. На итальянском я говорю, «Скуси, донна». Не, «Скуси, донна». Не могу говорить. «Скуси, донна». «Скуси, донна». «Скуси, донна». «Скуси, донна». «Ой, беру кафе». Нет, нет. Мы не по этому. Ну, если не молодой, ну, как? Извините, мужчина. Извините, женщина. Да? Это возможно. «Товарищи женщины». Но все равно товарищ был лучше. «Товарищ» по итальянски это «компанно». Как мы используем слово «компанно»? Ну, по связи, ну, «коммунисты партии», конечно, «компанно». Или, ну, «компанно де школа». Ну, друг из школы мы говорим, «компанно де школа». Или, например, если двадцать лет, они живут вместе, но они не... не делали никакой слова. На премьер, ни виселзанш, но они вместе может оказаться «la mia компанна» «il mio компанно». На премьер. Ну, как «компанно де vita». Ну, таком смисли. Очень хорошо. «Компанно де меренде» lifecycle угарп哪х. Но он делаетoby воспитываться подъ cooperationом, «во свое компанно де меренде». tipo Berlusconи и свои�ни. «копанно де меренде». «Компанно де сбронза». Сбронза, бухат, «компанно де сбронзе». «Компанно» – это много есть разных известных souls esas – «компанно». На итальянском языке есть такие слова или educательства использовывать языки которые больше сейчас не актуальны. Вы прекрасно знаете, что на итальянском у нас есть tu и lei. Tu это неформальный, lei это формальный. У нас есть voi, что это как вы используете вы. Ваше вы это наше lei. Но раньше был такой voi. Моя мама мне сказала, что когда она была маленькая, она говорила со своем папой на voi. Папа, voi коместате. Это было 50 лет, 60 лет назад. Раньше люди говорили друг другом на voi. Даже сейчас, если вы пойдете на юг Италии, маленькую деревню, например, вы можете говорить на voi. Старые люди говорят друг другом на voi. Я даже, когда иду летом в Салерно, например, и пойду покупать хлеб. Там, если есть старая бабушка, которая продает хлеб, я говорю на voi. Потому что lei это слишком формально. Когда мы используем lei? Мы используем lei на поезд, с врачом, с профессорами. Не все такие люди, которые известны, мы уважаем и не хотим быть близко. Это не значит, что я не уважаю бабушку, которая продает хлеб. Нет, это просто другой эффект. Там voi это для быть больше близко с такими людьми. Но мы больше не используем. Ну, скоро больше никого будет использовать voi. Извините, скажите, пожалуйста, как говорить you в русском языке? Ну, ты или вы. В смысле, два варианта. Про такую тему, ну, с ту, лей, вы, вы, профессорами, вот и так далее. Все такую тему отношения. Мы делали подкаст. И под видео есть ссылка, если вы хотите послушать чуть-чуть побольше. И кроме товарища, есть такие слова, которые, ну, серьезно, мне нравятся. Как человек, чувак, мужик и так далее. Ну, звучит очень-очень круто. Чувак, например, мне очень нравится. Чувак, это по-итальянски, это уайо. Ну, это не итальянский. Это мой диалект, это уайо. Гуайоне. Гуайоне, чувак, уайо. Мужик, мужик. Мужик, ну, у нас нет. Не могу переводить слово мужик. Ну, мужик, ну, он уже, сразу же, как брутальный, да? Брутальный, некрасивый. Вот, мужик. Чувак. Ну, это да, крутой. Я чувак, который играет чувака замаскированного под другого чувака. А ты, чувак, не знаешь, что ты за чувак. И кроме, ну, такие слова, даже это интересно для меня, сравнивать, ну, сравнивать, как вы чувствует людей, старые или нет. Потому что в Италии, ну, сеньоре, например, у меня 36. Я не чувствую себя как сеньоре, ну, как мужчина. Но я знаю, что, возможно, что люди думают, что я мужчина. Да, конечно, я мужчина. Но мужчина для меня по смыслу. Это как, не знаю, мужчина для меня, сеньоре, я чувствую, как скучный человек. Понимаете? Ну, как, я он сеньоре. А, окей. Ну, такая идея. Сеньора, ну, это немножко сеньора, это как мильф. Давай говорим так. Ну, уже интересно, да? Если я говорю, она сеньора, ааа, она сеньора. Вот. Ну, идея такая. И потом сеньоре, это, ну, как... Если человек есть 30 лет, для меня это урагаццо. Я не говорю, это урагаццо. 40 лет. Я могу сказать. Э урагаццо до 40 anni. Почему нет? Вот. Я чувствую, что есть большая, большая разница между Италией и Россией, как мы чувствуем лет. Вот. Итальянцы чувствуют себя всегда молодежно. Да, всегда, да, 40 лет, 50. Какой старый? 50 могу еще делать ребенок, другая семья или первая. Вот так. И даже, ну, есть, как сказать, например, есть такое слово сингол, если ты не женат или не замуж, есть такое слово сингол. Раньше, когда мы используем слово сингол, было итальянское слово сеньорино, сеньорина. Ну, сеньорина это молодая девушка, которая пока сингол. И сеньорино даже. И сеньорино. Ну, сейчас это смешно, говорим, ну, например, я не женат, да? И статся на канал. На сегодня все. А скоро!